Я всю жизнь кому-то служу. Служил мастеру Моту в Королевской Гавани, а он продал меня в дозор. Служил лорду Тайвину в Харенхолле и каждый день ждал, что меня будут пытать или убьют. Я не хочу служить. Главный отличительный признак деструктивного маятника состоит в том, что он агрессивно стремится уничтожить другие маятники, чтобы перетянуть людей на свою сторону. Для этого он постоянно натравливает своих приверженцев на чужих. Мы такие, а они другие, плохие. Люди, вовлеченные в эту борьбу, сбиваются со своего пути и идут к ложным целям, которые они ошибочно воспринимают как свои. В этом проявляется деструктивность маятников. Борьба против чужих приверженцев бесплодна и ведет к разрушению жизни, как своих, так и чужих. Возьмем крайнее проявление битвы за приверженцев – войну. Чтобы убедить своих приверженцев пойти на войну, маятник приводит аргументы, соответствующие конкретной исторической эпохе. Самый примитивный метод, который применялся раньше – просто приказать отобрать у других то, что им принадлежит. По мере того, как общество становилось более цивилизованным, аргументы приобретали более рафинированную форму. Одна нация объявляется высшей, а другие – ущербными. Благая цель состоит в том, чтобы поднять эти недоразвитые народы на высшую ступень. А если они сопротивляются – применить силу. Ну а современные концепции войны выглядят примерно следующим образом. В лесу на дереве висит пчелиное гнездо. Там живут дикие пчелы, добывают свой мед и растят своих деток. Но вот к гнезду подходит маятник и объявляет своим приверженцам – это дикие пчелы, они очень опасны, поэтому их надо уничтожить или, по крайней мере, разорить гнездо. Не верите? Смотрите! Тут он начинает ворошить это гнездо палкой. Пчелы вылетают и принимаются жалить приверженцев. А маятник торжествует. Вот видите, как они агрессивны? Надо их уничтожить! Какими бы оправдательными лозунгами не прикрывались войны и революции, суть у них одна – это битва маятников за своих приверженцев. Формы битвы могут быть разные, но единственная цель состоит лишь в том, чтобы завоевать как можно больше приверженцев. Новые силы являются жизненной необходимостью маятника. Без них он остановится, поэтому битва маятников – это естественная и неизбежная борьба за существование. После войны революции идут менее агрессивные, но достаточно жесткие формы битвы. Например, борьба за рынки сбыта, соперничество политических партий, конкуренция в экономике, всевозможные виды маркетинга, рекламные кампании, идеологическая пропаганда и так далее. Среда существования людей построена на маятниках, поэтому все сферы деятельности охвачены конкуренцией. Соперничество идет на всех уровнях, начиная с государственных споров и кончая соревнования между клубными командами и отдельными людьми. Новое, необычное, непонятное всегда с трудом пробивает себе путь. Почему бы это? Неужели только инертность мышления? Главная причина состоит в том, что старым маятникам невыгодно появление новичка, который перетянет на свою сторону приверженцев. Например, двигатели внутреннего сгорания, так сильно засоряющие атмосферу городов, могли бы уже давно уйти в прошлое. Ведь разработано множество альтернативных, экологически чистых моделей двигателей. Однако это грозит смертью маятников нефтяных корпораций. А они пока что очень сильны, поэтому не позволят каким-то изобретателям вот так просто убрать себя со сцены. Но и на самом верху изобретателю, они ничему не учат. Они заняты обретением ИС. Доходит до того, что эти монстры буквально скупают патенты на модели новых двигателей и держат их в секрете, объявляя при этом об низкой эффективности изобретений. Реализуя свою структуру на материальном уровне, маятники укрепляют свое положение финансовыми средствами, сооружениями, оборудованием и, конечно, людскими ресурсами. Во главу человеческих пирамид ставятся фавориты маятников. Фавориты – это руководители всех рангов, начиная с небольших начальников и кончая президентами государств. Они вовсе не обязательно должны обладать особо выдающимися качествами. Как правило, ими становятся приверженцы, параметры которых наиболее оптимально вписываются в структуру маятника. Фавориту может казаться, что он достиг внушительных результатов в своей жизни благодаря исключительно своим личным достоинствам. В некоторой степени это так, но большую часть работы по выдвижению своих любимцев выполняет самоорганизующаяся структура маятника. Если параметры фаворита перестают отвечать требованиям системы, он безжалостно устраняется. Битва маятников деструктивна для их приверженцев в том, что последним кажется, будто они, выполняя высшую волю, действуют по своему личному убеждению. Личное убеждение приверженцев в большинстве случаев захвачено маятниками. Как только человек настроился на его чистоту, возникает взаимодействие между ним и маятником на энергетическом уровне. Частота излучения мысленной энергии приверженца фиксируется и поддерживается энергией маятника. Возникает своего рода захват, петля с обратной связью. Приверженец излучает на резонансной частоте маятника, а тот, в свою очередь, тоже немного подпитывает энергией приверженца, чтобы сохранить влияние. На уровне материальной реализации мы наблюдаем такое взаимодействие в виде привычной картины. Например, маятник политической партии проводит агитацию, зацепляет приверженца и дает ему некоторую энергетическую подпитку в виде чувства правоты, удовлетворения, достоинства, значимости. Приверженцу кажется, что он имеет контроль над ситуацией. Он может выбирать. На самом деле, это его выбрали и установили над ним контроль. Внешне это выглядит как убежденность приверженца в том, что он реализует свою волю. Однако воля эта ему искусственно и незаметно навязана маятником. Приверженец попадает в его информационное поле, общается с себе подобными на горячие темы, вступает в энергетическую связь и тем самым фиксирует свою чистоту. Потом ожидания приверженца могут быть обмануты, появляются мысли против бывшего кумира и чистота излучения выпадает из петли захвата. Сила захвата варьируется в зависимости от степени могущества маятника. В одних случаях приверженцу позволяют просто уйти, а в других такого еретика могут лишить свободы или жизни. Захват чистоты можно проиллюстрировать на таком наглядном примере. Вы напеваете про себя какую-нибудь мелодию. Но вот в этот момент вы услышали другую громкую музыку. Теперь, когда вы слышите иную мелодию, вам очень трудно будет продолжать проигрывать про себя прежний мотив. Для целей трансерфинга неважно, каким образом происходит взаимодействие между маятником и приверженцем на энергетическом уровне. Мы будем исследовать это взаимодействие, пользуясь упрощенной моделью в обыденном представлении. Этого вполне достаточно. Детально и точно объяснить, что и как происходит на самом деле, никто не сможет. Потому что тогда возникнет вопрос, а что понимать под на самом деле? И так далее, в соответствии с бесконечностью процесса познания. Неблагодарное это занятие. Так что придется довольствоваться малым. Надо радоваться уже тому, что мы все-таки способны кое-что понять. Так посмотрим же, как маятники манипулируют своими приверженцами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова